Девушки отдыхают Если они нас не услышат, мы их спалим нахрен. Так же, как я положил на полицию в Нью-Йорке, я положил на полицию во всем штате. Это повсюду. То, что вы видели, произошло на выходных. Это вообще не освещается. СМИ делают вид, будто ничего такого не происходит. Но ведь происходит, и это безумие. И если мы позволяем этому твориться беспрепятственно, нам всем это очень дорого обойдется. Никто никогда не бросает этому вызов. BLM может говорить и делать все, что захочет. Демократы никогда не станут критиковать BLM, потому что демократы никогда не критикуют собственных избирателей. Это их единственное непреложное правило, одно из их отличий от республиканской партии. Демократы слоба поперек не скажут, какой бы опасной ни становилась риторика или поведение тех, кто может за них проголосовать. Так что нам не стоит удивляться, когда их избиратели, поняв намек, становятся еще радикальнее и агрессивнее. Недавно в Джорджии арестовали человека, который пырнул ножом сотрудника автозон. Нападавший рассказал полиции, что, цитирую, «почувствовал необходимость найти и убить белого мужчину». Джо Байден сегодня этого не упомянул. Не высказался он и насчет вчерашнего инцидента в Балтиморе. Это видео появилось в соцсетях с надписью «Жизни белых не имеют значения». Джо Байден этого не упомянул, ничто не указывает на его несогласие. И СМИ, конечно же, никогда не станут этого освещать. Один из аналитиков CNN написал в Твиттер, что только, цитирую, «отчаявшиеся республиканцы утверждают, будто у нас творятся беспорядки». Поразительно, но автор этого твита, будучи не очень умным человеком, приложил фотографию горящего здания. Здание горело из-за беспорядков, но какая разница? Не обращайте внимания, в реальности беспорядков нет. Насилия не так уж много, надо быть расистом, чтобы считать иначе. Взгляните. Давайте будем честными, вы, Дон, тоже раз за разом говорите об этом. И это очень важно. Беспорядков очень мало. Насилия на самом деле очень мало. Но Дональд Трамп и республиканцы его преувеличивают. А все, чтобы убедить людей, что кто-то хочет добраться до них. Тогда как это просто-напросто не так. Ааа, это не так. Если вы считаете иначе, вы плохой человек. Справедливости ради отметим, что это видео снималось 3-4 дня тому назад. До того, как появилась новая официальная линия. На самом деле беспорядки есть, и это трамповские беспорядки. Трамп в ответе за все это. Итак, 3 месяца. Подавляли всех, кто признавал очевидное, запечатленное на видео, то, что происходило у вас в городе и, может быть, коснулось лично вас. Это причина, по которой вы переезжаете в Техас, но вам нельзя ее признавать. А теперь новый поворот. Мы виним в этом Трампа. Игнорируйте факты. Игнорируйте факты. Ваши глаза вам лгут. Если вы пришли к выводу, что это происходит, и за этим стоят демократы, причина может быть только одна. Вас ввели в заблуждение, вам лгали. Вас кормили фейковыми новостями агенты враждебной державы, которая, помимо прочего, тайно контролирует Фейсбук. Все верно, дамы и господа. Россия устроила псевдо-беспорядки и обвинила Джо Байдена. Это как с высадкой на Луну, но еще более коварно. Послушайте объяснение господина Адама Шифа. Четыре года назад русские эксплуатировали Black Lives Matter. Они выкладывали в сети собственные провокационные инсценировки, чтобы расколоть народ по расовому признаку. А сейчас они это делают? И мы должны... Они снова делают все, что в их силах, в социальных сетях, в своих СМИ, и не только, чтобы снова увеличить этот раскол. Это российская инсценировка! Серьезно? Хотелось бы думать, что в конце лета 2020 года люди будут над этим смеяться. Это по-своему весело. С другой стороны, огромное количество видных демократов в Твиттер поверили в это в первый раз. Так что и на сей раз, кто знает, они тоже могут поверить. Но надо отдать должное Адаму Шифу. Он, по крайней мере, последователен. Хотя очевидно, что он совершенно безумен и отчаянно нуждается в стационарном лечении. Этому человеку плохо. Но он всего лишь один человек в большой партии, как насчет всех остальных руководителей. Они не сумасшедшие. Они просто лжецы. И вы даже не можете себе представить все их жестокости. Они сожгут ваши города и скажут вам, что это сделали вы. И если вы не согласитесь с этим суждением, может быть, они пришлют БЛМ к вам домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова